всем огромный огромный привет я сегодня пораньше прибежала пробежала по магазинам в общем я сейчас жду я сейчас жду ко мне приедет мастер ремонтных работ смотреть кондиционер ну короче неприятность у нас произошла с кондиционером надеюсь что как бы все будет нормально не хочу пока ничего говорить надеюсь что главные части не затронуты ну так получилось ничего страшного в общем сейчас вызвала мастера приедет посмотрит и скажет приговор надеюсь что ничего такого что пострадала как говорится только защита потому что у нас мы над кондиционером мы не стали экономить мы поставили над кондиционером защиту вот но в общем повредилась защита повредилась кондиционер посмотрим не хочу пока ничего говорить просто сейчас такое вот состояние я сейчас жду буквально через час-полтора он уже отзвонился через час-полтора будет так не смогла устоять прям знаете вот бегу бегу прямо через все магазины зашла потому что мне нужно было разменять наличные деньги чтобы заплатить мастеру за работу я еще даже не знаю сколько мы примерно договорились на одну цену но может же все измениться потому что проблемы и повреждения могут быть ну разные абсолютно в общем сосульку упал нам на кондиционер повредила защиту повредила верхней верхнюю крышку кондиционера мне конечно стало так обидно меня вот так вот телепало прям ладно ничего страшного как говорится сами живы и здоровы в общем так рассказываю вам про свои покупки с этим кондиционером надеюсь все будет в порядке железяка есть железяка жалко жалко но так купила вот такие рыбные кусочки в кляре свои любимые это настоящая рыбка минтай просто в таком кляре очень хорошим я ее делаю было сегодня по 100 рублей в дикси я взяла потому что мне нужно было заменять денежки взяла так дальше взяла индейку заходила в общем в дикси в перекресток забежала у меня уже закончились огурчики закончились помидорки вот взяла филе бедра индейки филе бедра индейки стоит 199 рублей это самое самое недорогое что я перекрестки нашла в дикси я еще взяла два авокадо такое оно жестковатое ему надо немножко поезжать за 70 рублей в этот раз в перекрестке была хорошая акция на сельдерей сейчас тоже для правильного питания для для похудения своего да ну я не буду говорить уже девчонки про похудение потому что вы так к этому относитесь что похудение и я почему-то на 50 килограмм сразу за должна за два дня походить нет такого не происходит у меня слава богу вес не стоит на месте скоро будет отчет тоже очередной поэтому подписывайтесь следите у меня вес хорошо что не стоит на месте он потихонечку уходит и для меня самое главное что нету его приростом вот поэтому вот так ну я считаю что все равно хороший хороший задел хороший задел хорошее начало в общем за 70 рублей взяла сельдерей использую во все режу в салаты добавляю в бульоны сельдерей очень хорошее визище для похудения в белорусской лавке взяла взбитый творожок так а кстати наличные деньги мне разменяли только в белорусской лавке представляете нигде не было перекрестки еще взяла помидоры цена не изменилась взяла свои медовые томаты красные желтые по сто шестьдесят девять рублей взяла грибы хочу тоже на кулинарный канал сделать какую-нибудь закусочку такую из грибов либо что-нибудь сделать что-нибудь может постный какой-нибудь рецепт снять на кулинарный канал так мне как раз нужен пакет для мусора я с утра сегодня мусор вынесла поэтому мастер позвонил резко так говорит я к вам через два часа приеду я как бы его ждала же завтра мы мне пришлось срочно 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 бежать поэтому ну вот мимо магазинов так огурчики взяла огурцов много не бывает поэтому взяла огурцы так огурцы у нас интересно вот почем я-то эти взяла грибы по 119 а огурчики у нас а огурчики я по ходу взяла наверно в дикси до огурцы в дикси по сто двадцать девять рублей авокадо мне вышли на 200 рублей они по 299 ну вот на 200 рублей два года но они гигантские вот эти авокадо сегодня там большие моцарелла гальбани сто сорок девять рублей взяла на салат сегодня в дикси прям очень большие скидки акции все по желтым ценникам все по карте так порции эти по 149 по 100 рублей ну и все в этом я больше ничего не взяла и пыталась разменять то нужно заплатить деньгами у них нету сдачи там в общем не знаю перекрестке тоже так получилось что не захотелось стоять в общем я почему-то побежала по магазинам потому что мне надо было разменять крупную купюру чтобы потом платить человеку это самое за проделанную работу поэтому так получилось так взяла по акции оливки свои любимые по сто девятнадцать рублей опять взяла с лососем и взяла с копченым лососем в общем и вот с голубым сыром фета это мои самые самые любимые они были по сто девятнадцать рублей по акции дальше по акции взяла молодой горошек и кукурузу вот ранний урожай идеален для гарнира идеален для гарнира горошек молодой единственная правда вот в этом горошке есть сахар но в принципе мне сахар не противопоказан даже в какой-то момент мне нужно съедать что-то сладкое во немного каждый день потому что так как я сахар не употребляю вообще но в чистом виде чистого сахара не кладу ни в кофе не в чай поэтому мне нужно съедать что-то немного чтобы было сахар в организме иначе я себя плохо чувствую вот это тоже а вот эта кукуруза уже без добавления сахара тоже молодая кукуруза ранний урожай но тут написано без добавления сахара здесь только кукуруза и только соль но я знаю еще горошек есть такой горошек тоже без добавления сахара но пускай немного сахаром не помешает очень хороший в этот раз был лук перекрестки в ашане я была лук забыла взять представляете поэтому набрала посмотрите один к одному весь целенький у нас лук по 50 рублей на 67 рублей я набрала репчатого лука хочу приготовить во первых один очень интересный рецепт из лука поэтому взяла много ну и так мы едим лук я но буквально во все его добавляю и взяла яблоки вот такие joanna gold joanna gold хорошие тоже крупные взяла 4 штуки они у нас по 129 рублей в общем взяла на 148 рублей яблоки я их уберу в холодильник яблоки в моем доме должны быть всегда это тоже та сладость которая мне сегодня нужно ветер но просто ураганный сегодня ураганный я шла в шапки еще все смотрю идут в капюшонах а дело вот так капюшон а у меня куртка зимняя вот плюс 2 вот должна градусами плюс 2 но очень такой ветер сильный при сильный так это все что я вам показала дальше и еще я немножко отоварилась же белорусской лавке спасибо мне там как раз денежку эту крупную приняли белорусской лавочки так что теперь я могу заплатить лимоннику который сейчас приедет восстанавливать мне кондиционер ну вот так получилось у нас в общем было сильное таяние два дня назад у нас была температура чуть ли не плюс 3 плюс 4 светило такое солнце и в общем с крыши там упал большой кусман такой льда который пробил мне защиту на кондиционере и к сожалению это защита она упала и на верхнюю крышку кондиционера и там тоже что-то немножко погнулась в общем надо будет смотреть так что вот такие дела но от этого никто не застрахован ничего страшного я вызвала рим ремонтника сейчас будем разбираться надеюсь во первых там вырвало и защиту из стены все вот эта глыба льда которую упала с крыши на кондиционер она вырвала защиту со всеми вот такими вот как они конфирматы или как-то они называются ну в общем буду ждать потом вам расскажу починили не починили мало ли кому-то интересно вот может у кого-то тоже стоят кондиционеры и может такие вот ситуации бывают так что ничего страшного видите даже защита мне кажется если бы не было защиты эта глыбина льда снесла бы кондиционер полностью хорошо вот что есть защита так молоко взяла городень 2 и 5 две упаковки молока как раз у меня нет взяла два кефира два кефира в плюмки вот в такой плюмки две упаковки помыла я свой чайничек все помыла все перемыла буду делать чай с облепихой может быть сегодня даже может быть завтра так и взяла масло сливочное у нас уже масло сливочное тоже закончилась тоже вот такое она городень 82 и 5 стоит триста двадцать пять рублей все вот на этом мои покупки я говорю чтобы разменять деньги пришлось пробежаться по трем магазинам но ничего страшного в принципе тут ничего лишнего лишнего не купила поэтому вот так сейчас наверное когда он сказал сейчас вот он уже должен подъехать я потому что только прибежала в течение получаса он уже подъедет я наверное ничего делать пока не буду сейчас уберу все холодильник и пока конечно делать не буду но потом как он только уедет я уже приготовила там вот эти все удлинители думаю вдруг ему понадобятся эти удлинители потому что защиту уж точно надо снимать все мои хорошие пока 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 ветрила единственное ужасное ветрила так что вот так и вообще сейчас все очень так бурно тает идет вот это вот падают вот эти куски льда тоже аккуратнее смотрите ходите под этими домами я тоже стараюсь аккуратно все обходить стороной хорошо что у нас так получается у нас стоят дома вот там все и в свое время лет пять назад сделали очень большой и в общем нельзя пройти прям под самой крыши нас принципе крыша что у нас прямые и нельзя пойти пройти под самой крышей потому что очень сделали большие вот эти отсекатели как они называются ну типа до сквер не сквер очень под окнами очень большие как-то она мне сказала я звонила в джек она мне сказала очень эти большие зоны вот поэтому если там снег с крыши и падает то он может повредить вот только кондиционер а кондиционер является частной собственностью поэтому милости просим чините за ваши деньги ну не знаю только чьей собственностью является крыша новым прямые крыши у нас не чистят наверное все мои хорошие пока 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 я буду ждать курии курьера а потом может быть еще что-нибудь для вас сниму и у меня очень хороший рецепт на кулинарном канале будет завтра подписывайтесь смотрите всем пока пока пока